но наконец-то вроде бы как наступила зима феврале до в середине февраля наступила зима не нового года со снегом нормального ничего вот такие сугробы на мело какая высота я не знаю но сантиметров может быть 30 наверное да но если не брать заносы какие-то или с крыши сошедший снег о чеснок под снегом куда-то ведерко ставишь понесли сейчас сделаем круг почета и пойдем курочек покормим да с этими нашими скорлупками высушенными прокаленными так наша птица сегодня уже там была вот такие дорожки не асашка делает смотрите бродуэй достаточно широкие здесь можно если нужно и с тележки проехать с тачкой там если что-то вывозить еще что-то но и вообще гораздо шире чем шире что называется тем лучше и не заносит их так снегом и здесь здесь моя теплица само собой февраль сейчас рассада скоро начнется точнее у нормальных людей уже началась но мне все никогда вот и вот такая дорожка к нашим барханом как вы понимаете калитки и обратно курятничку пойдем вокруг дома обойдем по этой широкой дорожке пойдем вот что-то мне подсказывает что бочку надо бы перевернуть с нашими утепелями заморозками как бы ее не лупанула потом когда вода будет в один прекрасный момент или закрыть так снежок благодать товарищи вот видите там церковь сквозь деревья просвечивает наш навес про него тоже есть видео еще не опробованный на птице гномик скорее так где-то папа тарахтит а где неизвестно а он с лопаткой подгребает не все это делается конечно же снегоуборщиком он крыльцо наше замело но это уже руками мы будем расчищать стороны вот зайти изначально вообще всю эту территорию все 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 вычищали но сейчас уже решили что нет в этом смысла особого и по стеклу и желательно так же ну что давай заводи свой бульбулятор заводи бульбулятор про технологию скажу смотрите вот торопинки я чищу вот эту штуку если снега много если мало то таким вот скребком этим же скребком лопатой движком до движок наверно называется я весь снег вот отсюда сдвигаю максимального туда стараются забору потому если не лень я бывает еще вот здесь вот куча накидываю вот видите по периметру вот и вот этот снег отсюда с этого проезда полностью туда идет и оттуда уже выкидывается этой машинкой за забор машинка классно но не надо приспособиться нужно короче говоря ровное основание там где у вас холмы бугры и чистить будет очень тяжело по крайней мере пока снегом не сравняете дорожку эту площади для очистки вот и а еще что нужно иметь место куда вы будете отбрасывать снег вот за забор соседу наверно не очень хороший вариант но у нас соседей поэтому я отбрасываю за забор вот и а вот куда-то ты направлена в такие места где мне как бы проход не нужен и все такое то есть она как бы требует условий для ее применения скажем так как работа сейчас покажу на обычно у нас барханы уже под под крышу тут такие вот сугробы но в этом году маловато будет вот такой как он курс как называется сугроб пускай будет а значит я лопатой сюда нагрев и на второй скорости а если снег мокрый тяжелый то на 1 на 2 я его перекидываю через забор обратно вот это подбираю уже на 5 сейчас я покажу вы увидите разницу скорости на 1 ставлю тяжело аромат аромат Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, аппарат называется Чемпион... Модель вот такая... СТ-656... Работает уже четвертую зиму... В принципе, как бы я доволен... В прошлом году, правда, меня замучил карбюратор... Я его всю зиму ковырял, ковырял... Причины явно не увидел в неисправности... Он у меня глох... Но вот как-то подшаманил, что-то там продул, промыл... И он у меня вот эту зиму... Работает... Это снежная зима... Эту... Да... Но зима... Сами знаете какая... Поэтому... Говорить как бы за эту зиму сложно... Он практически не работает, эту зиму... Так что вот так вот мы убираем с помощью вот этого... Устройства снег... По поводу, значит, почему трактором не чищу... Сейчас я подойду к трактору, расскажу... Ну, во-первых, чтобы чистить трактором... Лопатой, да, на тракторе... Нужно его сдвигать... Я первую зиму чистил трактором... И у меня вот здесь вот где бочки синие... Образовывалось... Вот до телеги... Такой навал снежный... То есть... Чистить трактором... И не таким, конечно... Удобно там, где неограниченная территория... Где ты можешь без забора там сдвинуть куда-то подальше этот снег... Потому что в процессе зимы, да, ближе к концу зимы... У вас накапливается просто огромная куча... И сдвигать уже вам становится некуда... Вот... Так что по поводу этих вот всяких лопат... Ну, надо... Куда-то двигать этот снег... А зачастую, я говорю, середина зимы... Если зима нормальная, не такая, как сейчас... Уже двигать некуда вам... Вы уже все подвинули... И заняли большую довольно-таки площадь... Чем хорошо вот пользоваться этим снегоочистителем... Он выбрасывает довольно-таки далеко этот снег... И, в принципе, можно всегда найти место... Куда вы будете его отбрасывать... С помощью желоба, поворота и... Наклона вот... Головки направляющей... Вы можете отрегулировать... Скажем так, расстояние... Выброса снега... Ну, насколько он далеко будет его отбрасывать... И, в принципе, реально довольно-таки попасть в то место... Куда вам необходимо... Ну, ладно... По поводу трактора, значит... Ну, Т25... Моноприводный... Заднеприводный... Он не предназначен для очистки снега, по большому счету... Он легкий для этого... И если снег мокрый, сырой... То... Буксует даже на цепях... Вот... Я чищу задней лопатой... Вот... А... Вот этим ковшом... Как бы... Собираю уже с участка... И отвожу за забор... Я так делаю ближе к весне... Уже когда мне необходимо, допустим, что-то расчистить... Вот... По-хорошему, если лопату ту... Снеговую... Тяжелую... Перевесить на передок... То будет нагружаться больше задница... И тогда чистить будет проще... Но от проблемы, куда двигать... Куда сдвигать снег... Вы все равно не уйдете... Вот... Поэтому я сейчас трактором вообще не чищу... Потому что... И еще чистить он не чисто... Вот... Не вот так вот... Он буксовать будет... И вы... Вот это вот все поднимите... Цепями, колесами... У вас здесь в итоге будет месиво... Вы большой как бы... Объем снега уберете... Верхний... А вот это все... Взрыхлите... И будете ходить вот по... Такой, знаете, как... Сказать... Поднятой ледяной каше... Вот... Ну то есть... Трактором для меня не вариант... Мне вообще не понравилось им чистить... Первую зиму я, когда им начал пользоваться... Не мог я приспособиться сразу... Мне показалось, что бесполезная штука... Тяжелая ее там... Короче, таскать я зачастую лопатой быстрее... Чистил, чем им... Сейчас же я уже... Вошел во вкус, как говорится... И... Везде его использую... Вот дорожки прочищаю им в основном... Единственное место, где лопаты... Вот вокруг машин... И вот этот вот заезд... Вот этот заезд я полностью лопатой чищу... Вот этим вот движком... Можно было бы и этим... Моим снегоочистителем... Но у меня щебенка здесь... И вот пока у вас здесь не образовалась... Такая довольно-таки... Прочная корка льда... То вы эту щебенку будете выбрасывать... В забор, в машину... В проходящих людей мимо... Вот поэтому здесь я лопатой уже привык... И чищу только лопатой... Хотя можно было бы уже сейчас... Чистить снегоуборщиком... Но вот только вот до курятника... Чтобы снег выбрасывался туда... Вот на полейницу... Уже в курятник, чтобы он летел в стекла... Я бы не рискнул... Потому что к ним попадет... И привет, да свидос, как говорится... Окно... Ну, пока работает, в общем... Так в целом мы довольны... Вот, нужно запастись вот этими... Стопорами, которые у нас... Которые фиксируют фрезы... Вот эти снеговые... Потому что... Они ломаются... Если что-то куда-то уперся неаккуратно... Защита срабатывает... Стопор ломает... И аппарат остается цел... Я уже, наверное, штук 6... Может быть, больше поменял на нем... Так что вот такой небольшой обзорчик... Мы сделали на наш снегоуборщик... Спасибо за внимание... Надеюсь, информация была вам полезна... Подписывайтесь на канал... Ставьте лайки или дизлайки... Комментируйте... Жмите в колокольчик... Чтобы не пропускать новые видео... Всем спасибо... Всем пока...